Всем добрый вечер, это новый формат первой студии и мой собеседник сегодня заместитель начальника департамента по ЧАЭС Павлодарской области Шаймардинов Хайрат Зиадинович. Хайрат Зиадинович, у нас всего 15 минут, чтобы поговорить о причинах частых возгораний. Давайте для начала, наверное, все-таки печальную статистику. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Хотелось бы довести вкратце статистику за 2022 год. У нас на территории области зарегистрировано 505 пожаров, из них в жилом секторе 229, остальные на прочих объектах. Это будем говорить как на автотранспорте, также на подконтрольных объектах. Если сравнивать с 2021 годом, у нас намного идет очень снижение количества пожаров, это на 26% в общей сложности. И если брать именно жилой сектор по населению, то на 44%. Также у нас и на транспортных средствах снижение, но у нас имеется на 10% увеличение, это на подконтрольных объектах рост. Это незначительные возгорания, вот так же, как и на объектах образования, на объектах сельского хозяйства, также иные объекты. Ну, основными причинами, что является, основными причинами является наибольший пожар, это неосторожное обращение населением с огнем. То есть люди не знают, как пользоваться огнем. Вторая причина, это у нас нарушение правил пожарной безопасности. Как при отопительный период, то есть как использовать, эксплуатировать безопасно отопительные печи, также при эксплуатации электрооборудования. Кроме этого, у нас имеются такие причины, как использование электронагревательных приборов, да, есть неосторожное, как я сказал, обращение с населением огнем, правил пожарной безопасности. Ну, то есть различные правила, как на транспорте, то же самое. У нас в летнее время бывают пожары на транспорте, нарушение правил пожарной безопасности, эксплуатации, ну, транспортных средств, отсутствие огнетушителей. Почему зимой так часто говорят машины? Ну, в зимнее время это, будем говорить, наверное, скорее всего, это охалатность самого владельца, необслуживание, то есть некачественное техническое обслуживание. В основном на транспорте у нас идет короткое замыкание электропроводки, а это электрическую часть, соответственно, надо профилактировать, ремонтировать, нужно хороший автоэлектрик. Поэтому в связи с этим в основном основные причины. Ну, и там может быть 1-2% это то, что вот зимнее время, когда холодно, греют паяльной лампой, на улице не заводится машина, соответственно, используют открытый огонь, либо факел, либо паяльной лампой. Но это в редких случаях такие, но в основном вот неисправность либо топливной системы, то ли, либо электрооборудия. То есть вина водителей, да? Вина самого, да, владельца, самого владельца. Машину надо готовить в летнее время, в осеннее время, то есть проверить топливную систему, проверить электрооборудование, проверить аккумулятор. То есть основная причина – короткое замыкание. Ну и есть такие случаи, когда, допустим, в гараже происходит, у нас вот последний пожар был в гараже, ну, в постройке загорелись, проводка замкнула, соответственно, в гараже машина стояла, гараж сгорел и машина сгорела. Вот есть такие причины. А вот если вернемся к статистике, с начала отопительного сезона вот очень много возгораний, вот домов из-за печки. Да, у нас с начала отопительного периода в жилом секторе произошло 69 пожаров. Это снижение на 13%. Материальные ущербы составили. Погибло 7 человек, в том числе трое детей. Как вы прекрасно знаете, вот в декабре месяце, у нас в течение месяца сразу три ребенка погибли, несчастью. Это все то же самое. В первом случае детская шалость, во втором случае нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печки. То есть, опять же, здесь халат наши отношения в самих владельцах. То есть, человеческий фактор. Человеческий фактор, да. То есть, нарушение правил пожарной безопасности. По всем этим данным материалам, процессуальное решение еще не принято. Следственные мероприятия проводятся. У нас имеется отдел дознания. Они занимаются этим вопросом. То есть, проводят расследование по данным факторам. А какие профилактические меры можно принимать? Да, профилактические меры. Что мы принимаем профилактические меры? Если брать объекты, то есть, будем говорить, подконтрольные объекты. Это частный бизнес, ТОшка, допустим, либо школа, либо объект образования, либо объект здравоохранения. Он подлежит ежегодной проверке. Оширается государственный пожарный контроль в области пожарной безопасности. То есть, наши инспекторы проверяют пожарную безопасность, предъявляют предписания, устанавливают сроки. Это перед началом отопительного сезона, да? Да. Ну, нет. Ежегодно у нас объекты подпадают под проверки. Оширается проверка, выдается предписание. И если же подойти к жилому сектору в отопительный период, конечно, здесь нам сложнее. Мы в дом каждому владельцу зайти и выдать предписание или его привлечь к административной ответственности, мы не имеем права. Мы даже к нему домой зайти не можем, только с его согласия. Если он скажет, что нельзя заходить, соответственно, мы не имеем права зайти. Единственное, мы вручаем памятки, профилактируем, объясняем, говорим, что так нельзя, вот такие-то нарушения. Если он разрешает зайти, обследовать, посмотреть и дать рекомендации, мы даем. Заходим, наш специалист осматривает отопительную печь, рекомендации какие-то дает, устно, письменно, то есть памятку вручает. Так вот, допустим, притопочный лист отсутствует перед печью, обязательно должен быть. Сушить дрова нельзя, заслонку закрывать нельзя. Отопительная печь должна быть исправна. Топящую печь оставлять без присмотра нельзя. Допускать детей к использованию отопительной печи тоже запрещено. Вот эти рекомендательного характера... Ну и оставлять детей от них дома тоже. Да, и оставлять без присмотра тоже самое нельзя. Рекомендательного характера вот такие профилактические мероприятия проводим. Еще наши же сотрудники совместно с местным исполнительным органом, то есть это, если брать в районах, у нас это акиматы городов, районов, объект, ну, соцзащиты, управление отделил соцзащиты, также волонтеры, также есть неправительственные организации. Совместные рейдовые мероприятия проводим, местную полицейскую службу привлекаем. И проводим рейдовые мероприятия по вот этим домам, и устанавливаем датчики угарного газа. В первую очередь мы берем списки соцзащиты, то есть социальные уязвимые слои населения. То есть бесплатно устанавливаем? Да, бесплатно устанавливаем, да. Как за счет государства, местного исполнительного органа, за счет средств акиматов городов, районов, также, соответственно, за счет собственных средств неправительственной организации. А сколько вообще эти датчики стоят? Ну, в среднем эти датчики где-то около 4-5 тысяч стоят. В принципе, не так долго уже? Да, не такое дорогое, конечно, удовольствие, но, тем не менее, он спасает. На практике очень это практически показало. Сработка была, такие случаи были, которые сработали, вовремя проснулись. Этот датчик работает на батарейках, его устанавливается в спальном помещении. Допустим, если какая-то концентрация газа, угарный газ, он же не виден, не слышен и не чувствует же. Когда в помещении воздуха меняется воздух, то есть угарный газ, он срабатывает данный датчик и пищит, то есть подает звуковой сигнал. Соответственно, человек в любом случае просыпается. Вот это вот как бы приоритет. В этом году были такие случаи уже? В этом году еще пока не зафиксировано, но в прошлые годы, позапрошлые годы были такие случаи. В районах у нас мы зафиксированы. Сейчас люди стали больше пользоваться этими датчиками, устанавливают активно. Да, практика показывает, что данные датчики население использует в любом случае. Но не во всех случаях. На сегодняшний день нами около 193 датчиков по области установлено. Это на бесплатной основе. А так хотелось бы населению призвать, чтобы пользовались этими датчиками. Очень удобно. Но надеяться на датчик тоже нельзя. Нам необходимо в первую очередь следить за исправностью отопительной печи. Это в первую очередь. Знаете, вот такой еще вопрос хотелось задать. Очень много было пожаров в сельской местности. И вот сейчас же в соцсетях очень много пишут об этом. И вот как пожар, они... Очень много жалоб, что не хватает пожарных машин. То есть она долго едет к ним. Как у нас оснащение пожарной машины именно на селе? Ну, видите, создать в каждом населенном пункте пожарную часть, то есть будем говорить в каждом селе, по нормативам не положено. По нормам, строительным нормам и правилам, нормам создания противопожарной службы, на 5 тысяч населения и более должна создаваться. Одна? Да, да. Где-то в среднем так, да. Более 5 тысяч населения. Но у нас есть альтернатива создания пожарных постов. Это будем говорить за счет местных исполнительных органов, за счет добровольного противопожарного формирования, которое в селе участвует. Создается добровольное противопожарное формирование, открывается, ну, как будем говорить, профессиональный, наверное, раньше было. Раньше были такие профессиональные пожарные посты. За счет местного исполнительного органа, за счет Акимата, создается пожарный пост, устанавливается пожарная машина, и она охватывает 2-3 населенного пункта в районе. То есть не на каждый населенный пункт. Имеется план, утвержденный Акимом области, имеется план создания пожарных постов. То есть ежегодно у нас по 2-3 пожарных поста создаются в районах. Дополнительно? Дополнительно, да, создаются. То есть с каждым годом все больше и больше? Да, до 2025 года у нас данный план имеется, Акимом утвержденный. Вот в этом году, насколько я знаю, в Щербактинском районе должен быть создание, и создание в Экибастузе. Вот. Ну, Экибастузский регион, да. А в каких районах это проблематично? Где не хватает совсем? Ну, будем говорить, что совсем не хватает, таких нет. В любом случае, если же, допустим, в райцентрах, у нас во всех, в самих райцентрах, во всех имеются пожарные части. Ближнежайшие населенные пункты, они в любом случае охватывают. Сколько там машин пожарных? Там около трех машин, три единицы техники. Это в каждом районном центре? Да, в районном центре как минимум три единицы техники. Это достаточно для района. И плюс вот пожарные посты. У нас всего по области 53 пожарных постов. Помимо наших пожарных подразделений, по области 53 пожарных постов. Это очень хорошая цифра, соответственно, это хорошее продвижение. В этом направлении еще работа проводится. То есть ежегодно до 2005 года мы будем создавать пожарные посты. Соответственно, в 2005 году мы еще раз переработаем план создания пожарных постов. Соответственно, согласуем с Акиматом области и будем дальше издавать другой план. Вот совсем недавно в Караганде произошел взрыв бытового газа. Как у нас вы проверяете? Ну, прежде всего, я хотел довести до населения, что в Караганде там взрыва не было никакого. Это была просто неправильная информация была передана. Такая первая причина, да. Первоначальная причина. Там вообще причина неосторожное обращение населения. Там человек просто упал, был грохот, шум. В связи с этим все подумали, что произошел взрыв. То есть, ну, какая-то дезинформация прошла, соответственно, а фактически факт взрыва баллона не подтвердился. Но все равно это стало поводом для проверок. Да, поводом для проверок. Ну, опять же, здесь, да, хотелось бы обратиться к населению, что вот в населенных пунктах, во многих населенных пунктах используют бытовой газ. Будем брать на примере нашей области. У нас области в основном в деревнях используют бытовой газ. Соответственно, здесь тоже у нас имеются случаи по причине газового баллона тоже имеются факты пожара. Четыре факта у нас зарегистрированы по причине нарушения использования газового баллона. Здесь хотелось бы пояснить, вот жители покупают газовый баллон, холода заносят, ставят возле печки, отогревают. Это запрещено, нельзя использовать. Это тоже нарушение. Да, это нарушение, да. Потом, когда устанавливают газовый баллон в редуктор, установили, открывают, пропускают, не пропускают, зажигают спичкой, проверяют. Ни в коем случае нельзя проверять открытым огнем. Необходимо сделать мыльный раствор, вода с мылом, бутылочку и вот проверять мыльным раствором, пропускают, не пропускают. Если же случай пропускают, сразу надо вызывать газовиков. Да, такая проблема, она по всей республике имеется. Вот проблема использования газового баллона. Много случаев таких из-за газового баллона население не знает. Обслуживающей организации конкретно нет. Вот раньше, если было 004 газовая служба, сейчас данные функции переданы местные исполнительные органы. Это жилищная инспекция, газовая инспекция, вот в Акиматах, вот они осуществляют контроль за бытовым газом. А именно по промышленным объектам использования, на промышленных, больших, крупных объектах использования газа, это уже закреплено полномочия Министерства по чувствованию ситуации. Понятно. Разъединоч, на этой неделе у нас крещение. Так вот, коротенько расскажите, где у нас будут купили установлены? И как будут, кто будет контролировать этот процесс? По предварительным данным, пока еще данные уточняются, время есть. В Павлодаре планируется в двух местах. Это у нас на Усолке и в село Павлодарском. И в районах у нас. У нас в село планируется, по предварительным данным, еще это не уточненные данные, в шести местах. Конечно, в преддверии праздника хотелось бы тоже населению обратиться, быть бдительными. На лед, ну, как говорится, наибольших людей лучше не выходить. Толщина льда должна быть не менее 60 сантиметров. Ну, соответственно, наши службы будут задействованы, мы обследования проведем, замеры проведем, определенные требования будем требовать с населения. Дежурство будет? Да, организовано будет дежурство, наши силы и средства будут там задействованы, наши водолазы будут стоять, спасатели будут стоять. Но просто население у нас непослушное, чтобы толпой, как говорится, на лед не хлынули. Ну, не, потому что все равно безопасность должна быть в первую очередь. Рад, Дядя Динович, я благодарю вас за беседу, наш эфир подошел к концу. Уважаемые телезрители, я прощаюсь с вами до завтра. Завтра вновь об Актуальном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова